А тут скажите, с чем вы связываетесь с феноменом? Почему так много людей? Нет, я не вижу никакого феномена. Я вижу абсолютно заурядную вещь. Мы то же самое видели. Во-первых, мы сегодня видим, это чисто 100% калька, с того, что мы видели припрощение с Арсеном Павловым, Матарова. Ну, абсолютно все то же самое. А феномена здесь никакого нет. Давайте просто подсчитаем, сколько людей находится в вооруженных формированиях ДНР. Добавим к ним чиновников ДНР, вообще людей, которые так или иначе находятся в этих структурах. Добавим к ним членов их семей. У нас получится в сумме громадное количество людей, сотни тысяч. Что же удивительно, что в качестве массовки перед камерами присутствует сколько там, 50 или 55 тысяч человек. Было бы странно, если бы они эти массовки не собрали. Это выглядело было бы скандально. Получилось бы, что просто сами люди, составляющие административную и военную структуру ДНР, и члены их семей проигнорировали важное политическое мероприятие своего руководства. Если бы там не было этих людей, тогда можно было бы удивиться и говорить о том, что там существует какой-то внутренний конфликт, и что люди уже реально ждут того, что ДНР в днях перестанет существовать. Так мы не видим ничего особенного. Это совершенно понятно, как эта толпа собралась, и совершенно понятно, кто ее составляет. Владимир, вы согласитесь, это очень впечатляющее количество просто... Нет, совершенно не впечатляющее. Она впечатляет только того, кто поленился представить себе, сколько у ДНР вооруженных людей бюрократии. Вот тот, кто себе ясно представляет, сколько вообще составляет ДНРская бюрократия и вооруженные формирования, и помножить это на субсиней, для того сразу же эта толпа перестает казаться большой. Вот сразу же перестает казаться большой. Как бы... Каждый из них находится перед глазами у другого. И каждый из них может быть жертвой доноса, например. Если они получают разнорядку, придерживают людей туда, они придут, неизбежно. Какое-то количество людей придет самоходом, незначительное количество. Остальные придут страха радио-юдейска. Вот так вот уже пишите. Это страха радио-юдейска приходит в большинство. Всегда так было. Если нужно любой государственной структуре собрать массовку любого размера, это делать очень легко. Спускать все распоряжение вниз, предоставить контингент. Вот и все. И тогда будут стоять с плакатами коммунальщики, что... Вы считаете, что такое распоряжение было и неумерно? А вы считаете, что его не было? Разумеется, оно было. И нужно продемонстрировать народную любовь. Особенно в той ситуации, когда голова может отвалиться у каждого из них. Начиная с Захарченко. Они находятся в памяти. И более того, это распоряжение в этот раз вполне могло носить эфтерический характер. Рестор сниму, отдам под суд, посажу на подвал. Вот так вот могли, например. Старция-то у них сейчас критическая. В этих условиях они уже не требуют в трубку, а просто орут шматом. Вот и все. В этих условиях, конечно, люди могли бы не забирать, чтобы вычислить, но еще не лодочные. То есть я не вижу никакого феномена. И рассматривать вот эту вот толпу как свидетельство о народной любви к этому отмороженному клоуну, это просто смешно. Ну, просто смешно. Поживите под оккупацией. Потом я не буду те, которые кого-то упрекают чем-то или кто-то удивляется этой толпе. Если вы себе представьте ситуацию оккупации, у вас пропадет всяческое желание этих людей-осуждателей удивляться размером от этого толпу.